Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, 50-й урок. В этом уроке я вам покажу плагин, с помощью которого вы сможете в статьи вставлять различные иконки. Вот сейчас вы видите иконку в виде звезды, я поставил. Это не просто иконка, это, так сказать, шрифтовые иконки. Чем они хороши? При увеличении иконки она не теряет в качестве. Первый раз. Второе. Раньше мы всегда искали иконки PNG, JPEG, ну в основном PNG. И этих иконок у вас там в зависимости от потребностей. Статья может быть большая, иконок может быть много. И все мы понимаем, чем мы больше используем графики, тем тяжелее данная страница. Что не есть хорошо, да? На помощь нам идут вот как раз такие иконки. Они не дадут вам никакого веса, если вы даже здесь все завешиваете иконками. И в админке у нас в итоге получится вот такая кнопочка. Фонд Icons. Если мы кликнем по ней, в всплывающем окне у нас будет ряд таких самых распространенных иконок. Мы можем в дальнейшем потом изменить любой размер иконки, любой цвет, придать данной иконке и так далее. Давайте это чудо установим на наш рабочий сайт. Переходим в админку нашего рабочего сайта. И как обычно устанавливаем данный плагин. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Итак, с компьютера выбираем плагин. Загрузить и установить. У нас плагин установился. Дальше мы кликаем вот на эту зеленую кнопку. Open Plugin Manager. И у нас два плагина. Значит, кнопка в редакторе. Вот она, бутон, да? И сам плагин. Ставим здесь галочку и включить. Если мы прямо сейчас перейдем к созданию статей, мы с вами увидим здесь кнопка появилась. Font Icon, кликаем. Но мы с вами сейчас на этом этапе мы не сможем вставить иконку. Видите, я вставляю. Ничего нет. В HTML смотрим. Ничего нет. Нам нужно в наш шаблон, который мы используем. То есть, в который у нас активный шаблон. Добавить файл стилей. Так, и перед этим еще нужно нам в редакторе кое-что прописать. Переходим в расширение менеджер плагинов. Я использую TinyMaze редактор. У вас может быть какой-то другой. Вот здесь в поиске ищем плагин. Tiny можно просто написать. И вот высвечивается редактор TinyMaze. Заходим внутрь. Опускаемся в самый низ. И находим в самом конце дополнительные валидные элементы. И вот в это поле вы должны вставить вот такую вот конструкцию. Внимательно смотрите. И открывается квадратная скобка. Класс. Прямая линия. Style. И кнопка закрывается. Вот обязательно вы должны точь-в-точь прописать. Как мы это прописали? Мы сохранить и закрыть. Кликаем. Здесь в поиске опять пишем. Просто можете написать начало названия нашего плагина. Phone. И нажать на кнопку поиск. И высвечивается и кнопка, и сам плагин. И мы кликаем по плагину Bouton Font Icons. Заходим в него. Прокручиваем в самый низ. И вот здесь вот есть такая кнопка. E-Commun Editor KSS. Вот кстати здесь вот в этом плагине есть видите описание. Два этапа. То что я вам говорил про писать. Вот этот текст. Если вы от руки писать не захотите. То можно прямо вот отсюда скопировать. В редактор Тинни Мэйстай. То есть здесь вот идет описание. Что нам нужно делать. И сейчас мы правой кнопкой мыши кликаем по этой кнопке. И сохранить ссылку как. И имя файла вы удаляете. Вот это слово оставляется только Editor.kss. И куда-то на компьютер сохраняете. Я сохраню на диск G. Сохранить. Этот файл стиле который мы сохранили. Нам остается закинуть в наш шаблон. В папку KSS. Поэтому мы сейчас открываем с вами какой-то FTP клиент. Если конечно же ваш сайт сейчас находится на хостинге. Я открываю файл ZILA. Итак я открыл файл ZILA. Подсоединился к своему сайту. Вы делаете то же самое. Далее мы ищем папку Templates. Это папка с нашими шаблонами. Заходим сюда. И папка Protostar. У меня шаблон сейчас Protostar. Вы соответственно выбираете папку шаблона вашу. Если у вас Protostar, значит тоже открывайте Protostar. Дальше мы ищем папку KSS. Заходим сюда. И просто с компьютера за этот файл закидываем сюда. Который мы с вами скачали. Editor KSS. Все. Самое сложное мы сделали. Теперь идем на сайт. В админку. И проверяем как работают наши иконки. Выхожу из плагина. Перехожу материала. Создать материал. Кликаю в Font icon. И пробуем первую попавшуюся иконку вставить. И у нас все сработало. Теперь момент. Мы сейчас не можем выделить ее, чтобы придать ей цвет, размер. В html ее тоже не видно. То есть вы видите, я не могу ее выделить. Что мы делаем? Это я удаляю. Вы просто пишите какой-то текст. Я написал demo. Выделяете. Далее. Даете размер. И даете цвет. Потом, если вам вдруг нужна будет только иконка без текста, вы с легкостью удалите текст и иконку оставите. Смотрите. Вот так вы сделали. Перед текстом ставите курсор. И вот теперь кликаем в Font icon. Выбираем нужную нам иконочку. Она у нас встала. Видите, она сразу красным цветом. Можно нажать пробел, чтобы был отступ. Дальше мы заходим в исходный код. И вот здесь, видите, икон идет как раз вот размер. Вот здесь, где size, вы ставите значение уже теперь, какое вам нужно. Я ставлю вот здесь вместо единицы шестерку. 64 размер. Ок. И вы видите, что иконка приобрела уже такой внушительный размер. Дальше. С цветом. Как поменять цвет. Вы кликаете вот здесь вот по стрелочке. По цвету. Дальше кликаете вот здесь такое слово. Ищите, значит, любой оттенок, какой вам нужен. И вот здесь забираете код цвета. Здесь отмена. Заходим опять в исходный код. И у нас цвет прописан вот здесь. Решетку не трогаем, кавычки не трогаем. Удаляем только вот эти значения и вставляем наши. Ок. Видно, что цвет поменялся. Соответственно, иконка, если нужна такого цвета, оставляем. Текст вы можете здесь выделять, да? И назначить ему красный. Или вообще любой цвет. То есть видите, разного цвета, без проблем. И потом вы можете удалить текст и оставить иконку, если это нужно. И написать какой-то другой текст. То есть цвет, размер иконки мы меняем здесь. Это бесплатная версия плагина. Поэтому придется вот так вот заморачиваться с иконками. У этого плагина есть платная версия. Там, конечно же, вот здесь, в всплывающем окне, в углу справа, можно с легкостью выбрать размер иконок. И иконок, по-моему, там побольше будет. Вот такой вот полезный урок, я надеюсь. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok